Напомним, что в марте на фоне резкого падения рубля Центробанк принял ряд экстренных мер. Среди них и запрет на продажу наличной валюты физическим лицам. Тогда это принесло эффект. Национальная валюта начала стремительно укрепляться, вернувшись к прежним значениям, а иной раз и вовсе поднимаясь до 72 рублей за доллар. В такой ситуации ЦБ решил с 18 апреля смягчить ограничения. Разрешили банкам возобновить операции по продаже наличной валюты банками, но только той валютой, которая поступила в кассы этих банков, начиная с 9 апреля этого года. Напомним, что не так давно Банк России ввел еще некоторые послабления. В частности, отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также ЦБ рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих зарубежные денежные единицы, разницу курсов не больше 2 рублей от биржевого. В регуляторе все эти меры объясняют улучшением ситуации на рынке. Банк России смотрит общий объем поступления иностранной валюты, общий объем трат иностранной валюты и в соответствии с этим делает свои прогнозы. Для чего? Для того, чтобы не помешать нашему импорту, не помешать нашему экспорту. Что касается простых граждан, то, конечно, все это не значит, что теперь можно снова запросто купить доллары или евро. Во-первых, напомним, что речь идет о валюте, поступившей в банки только после 9 апреля, и значит, далеко не в каждом отделении она окажется в наличии. А во-вторых, не факт, что вам предложат курс, более-менее находящийся рядом с официальным курсом ЦБ. Впрочем, ситуация находится в динамике, а поэтому время покажет. Мы же будем держать вас в курсе событий.